Микс Ньюс Батон, булка Блондинки не шутят На Радио Болтком По пятницам после шести вечера Тема программы А вот руки-то я вам не подам Что такое нерукопожатность В современном мире И готовы ли мы разрывать отношения Не сойдясь во мнениях Ну что ж, вот и пятница Вот и блондинки У микрофона Радио Болтком Елена Лукьянова И Кире Писпанин Здравствуйте, дорогие Пожалуйста, не судите нас строго Или наоборот судите У нас сегодня такая тема, что в принципе можно все Мы очень хотели бы услышать ваше мнение По поводу того По поводу заявленной темы Тема сегодняшней программы Нерукопожатность в современном мире Готовы ли мы разрывать отношения С нашими родными, близкими Знакомыми, не очень знакомыми Не сойдясь во мнениях Как показывает практика за последние годы Слишком много триггеров к тому, чтобы не подавать руки Появилось очень у многих из нас Нам сегодня с Леной поможет разобраться В этой не самой простой теме Социолог Элла Паньях Она сейчас с нами на прямой связи по скайпу Здравствуйте, Элла Здравствуйте Мы также предлагаем вам присоединиться К обсуждению этой темы По телефонам прямого эфира 672-12-939 Или 672-13-939 Звоните, пожалуйста Чуть попозже будем выводить вас в эфир А сейчас все-таки давайте Зададим Не знаю Определим какую-то канву разговора Лен, как ты считаешь Извините, пожалуйста, дорогие слушатели Мы будем на ты Мы очень давно дружим И было бы странно Если бы мы сейчас были на вы Пошли на вы в эфире Как хорошо было раньше, Лен Когда был, например, дуэльный кодекс Все было очень четко определено Человек-подлец Ну или по твоему мнению Человек-подлец Ты подходишь к нему И бросаешь ему перчатку В лицо И говоришь Давайте, сударь К барьеру И тут же выясняется Насколько он подлец Как к этому относятся Ваши товарищи Можете ли вы отстоять Свою правоту или нет То есть все решает револьвер И тут уже Следующий вопрос Именно к тебе Как ты считаешь Такой дуэльный кодекс Сейчас помог бы Или у нас вместо револьвера Теперь Фейсбук И другие соцсети Ну, во-первых С тех пор Как был револьвер И дуэльный кодекс Мир сильно изменился И стал более гуманистичным И мы знаем Что за это время Практически во всех странах В тех странах Которые мы сегодня называем Демократические Мы отменили даже смертную казнь Для меня этот вопрос Очень серьезный Потому что я очень долгие годы Жила по принципу Нельзя мешать человеку Чувствовать себя под лицом И очень часто И в глаза И руку за спину прятала И в глаза Людям этого говорила И все больше и больше Это не я придумала Это вообще-то цитата Владимира Дуденцева Из белых одежд И меня всегда этот вопрос мучил Но я преподаватель И у меня есть еще Этический кодекс Внутри Вместе с моими студентами Где я не могу себе Этого позволить И сказать в глаза Потому что мне надо научить И я стала видеть Все меньше и меньше Результата В таком Собственном поведении В поведении политиков Потому что я Занимаюсь политикой Я специалист по государству В поведении народов Которые вдруг Поворачиваются Друг другу спиной В рамках одной И той же допустим Страны И тогда не происходит Прогресса И тогда не происходит Эволюции И вопрос для меня Этот открытый Вот мой Знаменитый отец Он всегда говорил Врагов нужно Душить в объятиях И тогда будет результат Что это за объятия Где предел Рукопожатности Как меняется Современный мир Вот Сегодня Мы сами не зная Однозначного ответа Мы выставили Этот вопрос На обсуждение Может привлечем Тогда Эллу Она нам немножко Поможет разобраться И определить Направление Жесткости Нашей беседы Элла Как вы считаете Ну Давайте начнем С того Что К тому моменту Как в ходу Были револьверы Обычай дуэли Как раз И начал Идти на спад И причина Этому Ровно в револьверах Потому что Как известно Бог не создал Всех людей Равными Но полковник Кольт их уравнял Дуэльный кодекс Это кодекс Узкой Элитарной группы Которая Обладает Не только Внутренним единством Но и Возможностью Подвергнуть Своего члена Астракизму То есть Для того Чтобы Вот такие Способы Выяснения Отношений Работали Вы должны Быть уверены Что человек Которого Вы исключили Из своего Общества Потеряет Все Вот Вот Ну как Не знаю Как ученый Который Спасифицировал Данные Да Вот Его больше Никто никогда Не напечатает Хоть он Сделай Великое Открытие В наше Время Он пойдет Солнцем Полим Все Он Перестал Вообще Быть Собой Да Отказавшись Следовать Этому Кодексу Мы В современном Мире Не живем В таких Группах Больше Уже Совсем Да Поэтому Вот Такие Способы Извергнуть Подлеца Из общества Больше Не работают Потому что Общество Многомерно Потому что Этих Обществ Как бы Сообществ Больших В которые Человек Может войти Много И Расхождений Во взглядах Как бы Может быть Много Типов Мы живем В обществе Как бы С многомерными Как бы сказать Идеологиями Да Больше не делятся На мою И неправильную Это хорошо Или плохо Это Так Мне сложно Сказать Хорошо Это или плохо Но это Коррелирует С развитием Это коррелирует С экономическим Развитием Просто тупо Где нужны Разные люди С разными Компетенциями Разными Жизненными Стилями Разными Способами Мыслить Ну понятно Что сейчас Никто уже Не будет Сбрасывать С обрыва Так скажем Неугодно Коррелирует С ростом Гуманности Да Уже как-то Нехорошо Даже если Мы можем Выгнать Человека Так что Он пошел С лунцом Полимой Да И больше Никто Не смотрел В его сторону То мы все равно Не считаем Это гуманным И правильным Но тем не менее Элла Смотрите Мы постоянно Сталкиваемся С тем Что Ну например Окей Не все Но какая-то часть Людей Сидящих Например В фейсбуке Относящихся К одной касте Сталкивается с тем Что кого-то Начинают Хейтить Шеймить И так далее За то Что он Ах он подлец Вот так-то Так-то он себя повел А вот так вот Не по-пацански И не хорошо А давайте Мы сейчас Всем ему сделаем А-та-та И не будем Больше с ним разговаривать Понятно Что этого не происходит Мы покричали В фейсбуке Два дня И разошлись Дальше Мы все-таки Попытались Еще не очень удачно Первая передача Провести голосование По этому вопросу И вдруг Все-таки Выяснилось Что да Люди разрывают Отношения Вопрос кстати был Случалось ли вам Разрывать отношения И 71% Ответил Да Случалось И довольно много На ленте В фейсбуке Комментариев И только 29-30% Ответили Что нет Не случалось Платон Мне друг Что вообще Какие тенденции В мире Куда это движется Потому что Я вот чувствую Что движется Но данные В руках у вас У социологов Ну тут Каких-то Таких вот прям Твердых данных Довольно трудно Значит накопать Потому что Очень уж общая тема Но Смотрите Мы движемся В сторону Вообще смягчения Того что Солги называют Средством социального контроля Да То есть Раньше Люди были готовы Там убить врага Да Исключить его совсем А Сейчас когда мы видим Что кто-то нарушает То что нам кажется Правилами Да Мы его шеймем В фейсбуке Но Нужно Нужно понимать Что раньше Вот этот вот Да Процесс Заменялся Нетерпимостью Афиическим Насилием Или социальной смертью А сейчас Человек просто Да Выпадает Из сообщества Людей Которые считают Друг друга Рукопожатными И идет Куда-нибудь еще Это неприятно Это больно Это Вовсе Не супергуманное Как-то средство Обращение С нарушителями Конвенции Но это гораздо Гуманнее Чем все Что мы имели До того И честно говоря Гораздо Справедливее То есть Потому Моя Право Обращение Распределено По сетям Да Если выяснится Что человек Например Оклеветан То есть Много Людей Заинтересованных Разобраться Как там Было На самом деле Ялочка Вот у меня Есть Очень 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 Хорошая Подруга Прекрасная Актриса Рижская Светлана Иванникова Она Вчера Мне на этот Вопрос Сказала Ты знаешь Это Великая Свобода Иметь право Не подать руки А может быть Это действительно Новый путь Стреляться Не надо Можно просто Руку убрать За спину С другой стороны Одно дело Когда ты убираешь Руку за спину При встрече С просто знакомым Про которого Ты знаешь Или ты думаешь Что ты уверен В том Что ты знаешь Что он подлец Но Если это Например Твоя семья Я причем Как бы Говорю неголословно Я знаю Несколько семей Которые разделились Например Ровно По крымскому Вопросу Ну то есть Чей Крым И вот Все Больше Эти семьи Не семьи Они не общаются Они Не то что Руки не подают Внуки Не видят Бабушку Дедушку Дети Не общаются С родителями Все Ненавидят Друг 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 И обиды Копятся И копятся И это Не единственный Вопрос Который Действительно Разделяет Каких-то Некогда Близких Людей И это На самом деле Тоже страшно То есть Где Здесь Наверное Более серьезная Проблема Не подача руки Ну Она для России Серьезная проблема Мне кажется Что Вот смотрите Есть семьи Которые Из-за какого-то Такого Очень принципиального Вопроса Распадаются А есть семьи Которые Не распадаются Вот есть люди С которыми Я действительно Прекратила отношения Разошедшихся По вопросу Наш Крым Или не наш А есть люди С которыми Я прекрасно Вот такая же Точно я Прекрасно Продолжаю общаться Ну так Как-то Согласившись Не соглашаться По этому вопросу И мне кажется Что для современного Человека Вот этот выбор Согласиться Не соглашаться Мирно Существовать Или порвать Проходит Скорее По Как бы Стилю Стилю Поведения В этом конфликте Когда вы Поспорили О Крыме Со своей Родственницей И поняли Что нет Вот В ситуации Идейного Несогласия Она просто Токсична Каждая встреча С ней Превращается В истерику И скандал Ни о чем Другом Она говорить Не может Знаете Так бывает Тут конечно Можно себе Сказать Что я Не рукоподаю Да Потому что У человека Неприличное Убеждение Но на самом Деле В большинстве Случаев Это просто Вот Результат Того Что люди Не умеют Вести себя В конфликте Да Результат Того Что люди В принципе Токсичны Просто Раньше С ними Не было Такого Серьезного Идейного Конфликта А теперь Они к вам Этой стороной Повернулись А И Вот Под это Старое Да Нерукоподавание Все чаще Начинается Быть Замаскирована Очень важная И нужная Вещь То что Люди Учатся Искать Себя Комфортную Среду Общения Искать Себе Такую Среду Общения Которая Им Лично Психологически Подходит А так ли Это хорошо Получается Что мы Постоянно Ищем Себе Какую-то Комфортную Среду Мы Не выходим Прячемся В норку Мы говорим Ой-ой-ой Мы с этими Людьми Не будем Лучше Сегодня Чай пить Даже Покурить Не встанем С ними На одном Пятачке Но тогда Ведь мы Проблем Не решим Ведь Тогда мы Никогда Ни о чем Не договоримся Норка Это не маленькая Да Это Когда Мы Живем Знаете В малом Сообществе В деревне На 150 Человек И она Разделилась О ужас По какому-то Вопросу Например Религиозному На две Группировки Да Мы согласны С одним Вы с другим И все Переругались Жить превращается В ад И эту Проблему Хочется решить Мгновенно Проблема Того Что с вами Какие-то люди Не согласны В интернете Решает Кнопка Бана Да Как известно Вот А у каждого Из нас Вот это Вот сообщество Это сетка Это не какое-то Территориальное Место Где живут люди Это не какое-то Профессиональное Сообщество Там Из которого Если ты вылетел Надо вообще Менять профессию Всю свою жизнь А это сетка Людей Наши сетки Пересекаются Очень сильно Если мы Друг к другу Близки И пересекаются Очень слабо Если мы Друг к другу Как бы не подходим И современное Общество Таким образом Вот оно Структурировано Сложно Оно такое Многомерное Многофасеточное То есть Куда идем Договариваться Договариваться С теми С кем комфортно Договариваться И не пытаться Договариваться Как выстроена Общественная Общественная Среда Что мы точно Знаем Что человек Из этой партии Или этой Национальности Или этой Религии Он априори Токсичен Априори Как быть Как тогда Договориться В расколотых Обществах В расколотых Политических Ситуациях Это же очень важно Может быть Все таки Ярлыков Не вешать Договариваться Тот кто ближе К вам По взглядам Но при этом Кому он Нетоксичный Да То есть Можно найти Посредников Посредников Мы не обязаны Больше В нашей жизни Современного Городского Человека Мы не обязаны Договориться Со всеми С кем сводит Нас судьба У нас Большой Выбор Людей Вокруг И Всегда Знаете Вот Если человек Не знаю Коммунист Ни о чем Кроме своего Марксизма Не может говорить Ну вот Ваш друг Хороший Марксист С которым Вам нормально Спорить И общаться Он с ним Договорится Лучше вас Вот И Ваша связь С ним Будет состоять В том Что у вас Общий друг Или через три рукопожатие Общий друг И там Где вам Понадобится Что-то делать Вместе Что будет Соответствовать И вашим И его Представлениям О прекрасном И правильном Вы прекрасно Скоординируетесь Через эти сетки Не общаясь Лично Поэтому мне кажется Что вот эти вот Громких Отказов В общении Становится Меньше Потому что Мы отказываем В общении Огромному количеству Людей Мы с которым Встречаемся И ничего От этого Не происходит Плохого Ни нам Ни им Это очень интересно Я все-таки Еще раз напомню Телефоны Прямого эфира 672-12-939 672-13-939 Вопрос Наш сегодняшний Случалось ли вам Разрывать отношения И по каким Причинам Звоните Рассказывайте У меня Например Я вот честно скажу Это очень интересно Элла предлагает Там выход Из сложной ситуации Потому что Я вот например Честно скажу У меня были Пару раз в моей жизни Ситуации Когда я понимала Что я очень боюсь Встретить на улице Или в одной компании Человека Которого Очень не хотела бы видеть Не хотела бы с ним общаться Очень хотела бы Просто подойти И влепить ему Пощечину За то что он сделал Но Слабас Что простите Как говорят То есть я реально Боялась этого Я не понимала Как себя повести И поэтому Зная Предполагая Что этот человек Может оказаться В каком-то месте Я просто туда не шла У меня был случай Когда я дала Пощечину Расскажу После рекламы Наверное Да Или после новостей Микс Ньюз Студия Радио Болтком Лена Лукьянова И Кирилл Писпанин С нами на связи Элла Паньях Социолог И сейчас мы дозвонились Музыканту Алексею Лебединскому Леша Привет Привет Спасибо большое Что пришлось тебе Так рано проснуться На далеких берегах Да не рано Сейчас уже полдвенадцатого У нас Все нормально Все равно Спасибо Вопрос наш Главный К слушателям Сегодня был Случалось ли вам Разрывать отношения И по каким причинам Предыдущие полчаса Мы обсуждали Что сегодня Может послужить Триггером К разрыву отношений У всех это очень разные Могут быть причины Для кого-то политические Взгляды Несовпадения Оных Для кого-то Территориальные Для кого-то Просто достаточно узнать Что человек поступил Некрасиво С твоим Приятелем И так далее Скажи пожалуйста В твоей жизни Тебе приходилось Сталкиваться С таким серьезным Выбором Как Отказаться Подавать руку Какому-то знакомому Тебе человеку Это ты меня спрашиваешь Ты знаешь меня Уже больше Я тебя знаю Поэтому мне очень хотелось Это услышать Слушатели-то не знают Да Естественно Безусловно Это Я считаю Это Духовная гигиена Когда вы выбрасываете Из жизни Совершенно Ненужных Вашему сердцу И совести людей Как из фейсбука Подписчиков И друзей Так и из жизни Без этого необходимо Невозможно обходиться Потому что Мы тратим на них Нервы и силы Непонятно ради чего В нашей жизни И Надо сказать что Для многих Просто разная граница Этих маркеров И лакмусовых бумажек У всех Достаточно своих Но Для меня достаточно Если Какой-то человек Тебя обворует И скажет Ты знаешь Я вот Не скажешь Вот ты знаешь Вот этот человек Мне там Не заплатил денег Хотя обещал Или подвел Ты знаешь Для меня Это уже Серьезная причина С ним Не иметь дела Потому что У нас есть круг людей Которым мы Безусловно доверяем И это подтверждено Многолетним опытом И мы не можем Этому не верить Я кстати вижу вас в эфире Но почему-то у меня запаздывает Все У меня такое ощущение Все свое время В России Профессор Профессор Лебединский Автор многих песен Которые бесконечно Ротировались На огромном количестве Радиостанций И конечно же Ты сталкивался С тем Что тебя постоянно Как музыканты Как и всех музыкантов В России Обманывали Именно в денежном Отношении В конце концов Ты же не можешь Со всеми Абсолютно Разорвать Эти отношения Не-не-не-не Были такие попытки Меня обманывали В денежном отношении Достаточно серьезные Компании Были такие случаи Когда выпускающие Компании Не доплачивали мне Гигантские деньги Там Некоторые там Представляете Что такое В 98 году 150 тысяч долларов Сколько можно было Квартир на них купить В 97 году Ну вот люди взяли И просто исчезли Нагло не заплатив 150 тысяч долларов За мой альбом Такое тоже бывало Но Вы знаете Бывали разные ситуации Когда можно было Эти деньги вернуть Потому что Есть друзья Которые Могут помочь В этом И предлагали Когда ты сам Не идешь на это Просто понимая Взвесив Что на тебе Будет лежать вина За то Что человека покалечит И ты взвесываешь Это с деньгами И думаешь Что лучше Я не буду На себя Наносить Такую вину Всю жизнь Чувство вины Не хочется носить То есть сейчас легче Просто вычеркнул В бан Отправил В фейсбуке И успокоился Нет Ну сейчас Не то что легче Сейчас бывают Другие ситуации Надо сказать Гораздо более Неприятные Уже Именно по Каким-то Моральным качествам Когда Тебя подводят Когда тебе что-то Очень важное Обещают А потом сливаются Вот Поэтому Я как-то К этому Отношусь По-разному То есть Иногда Я могу тут же Простить Ведь все зависит От того Человек Намеренная Сволочь Или он Дурак Вот это Очень важно И в политическом Осознании Всяких Событий И позиций Потому что У меня Достаточно Количества людей С которыми я общался В России Много лет Артистов Журналистов Фотографов Театралов Они Идиоты И когда Мне Витя Салтыков Мой товарищ С которым Я продружил Двадцать лет Вдруг Говорит мне Пять лет назад Фразу Да ты знаешь Хохлы Охренели Только матом Да Я говорю Что такое Виде происходит Он говорит Да вот Они что-то Оборзели Я говорю В чем Хоть скажи Да правильно Что-то Насчет Крыма Он сказал Я понимаю Что я после этого С ним разговаривать Не хочу Но у меня нет На него Так сказать Очень серьезный Злог Потому что Он к сожалению Не умен Но он всю жизнь Был не очень не умен Он просто Был товарищем С которым Мы провели Много времени Хихи на гастролях Там И так далее Алексей Извините Мишель Елена Лукьяна Меня зовут Вот вы сейчас Рассказываете историю И говорите Что человек Просто не умен А если он Ну в общем Умен Но недостаточно Информирован Или он Заблуждается То есть Не надо пытаться Ему объяснить Свою точку зрения Леночка Лен Под влиянием Пропаганды Какой-то Находится Ну хотя я просто Правда Не уверена Что умные люди Могут Вы пытаетесь Оправдать А не надо Оправдывать Вот если Вы говорите Если человек умен Умный человек Всегда захочет Узнать правду Не бывает Умного человека Который цепляется За какую-то догму И потом Закрывает уши Голову в песок И все Ничего не хватит Это уже не умный Ну вот это ровно то Что я хотела Чтобы вы нам сказали Но это прямо Полностью совпадает С моей точкой зрения Что умный человек Умный человек Всегда захочет Узнать правду И в любой ситуации Скажите Извините Я был неправ Мне предоставили Другую информацию Извините Я был неправ Вот это называется Умный человек Все остальное Это глупые люди Которые счастливы Быть зашоренными Им так легче жить И поэтому Я лично Да Перед тобой У нас в эфире У нас в эфире была Социолог Калла Пинях Она с нами еще в эфире Мы сейчас Ей тоже Передадим слово Она Предложила нам Такой выход Из ситуации А вот руки-то Я вам не подам Она предложила Искать переговорщика Ну то есть Если ты конкретно Не можешь с этим человеком Общаться Потому что тебе претит Но всегда Есть через одну Две руки Какой-то человек Который в принципе Может Вам помочь договориться Вот ты считаешь Если тебе нужно Иметь дело С этими людьми Потому что Например Там страшная Воровская организация Российское авторское общество Например Я понимаю Что там ни одного Вменяемого человека Не осталось Это чистые ворюги И преступники Но я понимаю Что мне нужно Прежде чем подавать На них суд Выяснить какие-то отношения И естественно Я это буду делать Уже через Третьих лиц Через моего юриста Пусть он Говорит с ними Потому что Что с ними говорить Хочется послать их Сразу Но это в том случае Если Нас интересует Какое-то дело Естественно Если бы Я выходя на сцену Говорил Знаете ребят Я не буду вам Петь песни Пока я не проверю Каждый ли из вас Порядочный Или умный человек Это было бы Очень смешно Да Поэтому Когда мне говорят Вот ты выступал Перед убийцами Перед ворами Перед самыми крупными И всех их видел И знаешь Да Я выступал Но рядом с ними были И нормальные люди тоже То есть Если есть Хоть один человек На сто В твоем зале Кто понимает О чем ты поешь И для кого тебе хочется петь То на всех остальных Можно положить И хрен с ним Ну это такой вопрос Если мы будем принципиальны И совсем уже в углу Радикально То мы не получим Ни работы Я и так потерял Массу работы Из-за моей позиции Я потерял всю работу Которую давали мне Естественно Бизнесмены Чиновники И в России Не осознаю Не осознаю Да Однозначно Не любой ценой Я осознаю Теперь Что я Точно уже Не работаю На людей Которые работают На разграбление Моей страны Вот эта принципиальная вещь Просто греет мне душу И я лучше буду сидеть И жить спокойно На тысячи долларов в месяц И даже на тысячу Я могу прожить И меньше Мне всегда принесут еды Я всегда думал о том А что же будет Если у меня не будут работать вообще И мне мои друзья Дали понять Что я не сдохну Так это же прекрасно То есть Больше ничего Может быть Если бы Мы пришлем тебе шпрот Да И кильки Нет Шпрот не надо Вот кстати Шпроты стали не очень хорошими Так 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 Спокойно У нас прекрасные шпроты Со шпротами здороваться не будешь Мы поняли В Америке Вот В магазине Были шпроты От которых мне стало плохо Это были нережские шпроты Сварить по спагетти Мы говорим Извините Что я отвлекаюсь На другую тему Вот Для меня Рукобожатная пища Это спагетти Я очень люблю макароны Вот Я макаронник Поэтому Если нормальный Альденто Створить спагетти И просто вылить туда Банку шпрот Это потрясающе вкусно Просто попробуйте Вива Латвия Это потрясающе Да Давайте все-таки вернемся От шпрот Который все конечно же Любят Живя на побережье Рижского залива К нашей теме Тема у нас сегодня Случалось ли вам Разрывать отношения И по каким причинам Телефон 672-12-939 672-13-939 Звоните пожалуйста Спасибо большое Алексей Лебединский Очень интересная точка зрения А главное Именно которую ждала Лена Лукьянова Давайте теперь послушаем Дозвонившихся слушателей Алло здравствуйте Вы в эфире Добрый вечер Я не подам руки Не буду общаться С нечестным человеком Который совершил Болгий поступок Не только по отношению Ко мне Но и к моим окружающим А вот по поводу убеждений Я хотела сказать Ведь мы все разные Но есть какие-то В семье общие дела В многоквартирном доме Можно договориться так Что ты коммунист Ты там католик Ты православный Но я уважаю твои В точку зрения Или веру Ты уважай мою И мы будем делать Общие дела Но не будем касаться Наших убеждений Вот таким образом Тоже можно Средненедно жить Спасибо Большое спасибо Спасибо Элла Пиньях Еще с нами Элла Смотрите Интересно Какой я предложил Выход из этой ситуации Алексей Лебединский Просто понимать Человек подлец Или человек Просто дурак По невидению Творит Непотребное Но тем не менее Ни в коем случае Не надо искать Никаких посредников Может ли быть Такой выход Из ситуации Ну Я не стала бы Всех людей Которые думают Не так как я Записываются На выбор Либо дурак Либо подлец Вот Просто вот Не стала бы Я это делала По мне Так это тоже Не принадлежит Большого ума Честно говоря Человек может Добросовестно Заблуждаться Человек может Действительно Иметь Иные чем вы Этические принципы Это не значит Что у него Их нет Вот Но Прелесть Современной Ситуации Помимо Повышенного Гуманизма Социального Контроля Состоит В том Что Вот Чем-то Вроде Астракизма Наказывается Систематическое Поведение Да Вот Систематическое Проявление Там Какой-то Подлости Ненадежности И свинства Кончается тем Что тебя забанили Очень много людей И может быть Тебе В глаза Не так часто Говорят Но Такой вот Заборчик Вот этих Вот банов И вот В эту компанию Не приглашаем В эту Не приглашаем Вокруг Как бы Сознательного Подлеца Очень часто Ширится Воком Вырастает И вокруг Токсичного Дурака Тоже В общем-то Да Еще с большей А вы это видели Когда-нибудь Я например Знаю Несколько Подлецов Которых Ну Совершенно Не убавляется Аудитория Они продолжают Ходить На эфиры В жизни Вот Удивительно Вроде бы Казалось бы Пересекающиеся Абсолютно Сферы у нас Но тем не менее Я все время Думаю Господи Ну ты же не ермошка Видишь немножко Ты тоже Маркову Имеешь ввиду Нет Совсем нет Это как раз Этот человек Меня мало интересует Вот Но Правда Если говорить Сиолог Что действительно Таким образом Сужается Что называется Круг И затягивается Удавка На шее Простите За такой ужасный образ Пистолета И теперь Надо Не будем забывать Что у нас Появился институт Репутации Обратно Которого почти Не было Да И все чаще И чаще Люди об этом Говорят И все чаще И чаще Делают Свой выбор Совершили Да Свой выбор Делают Да Давайте послушаем Еще дозвонившегося В прямой эфир Здравствуйте Говорите пожалуйста Добрый день Меня зовут Александр Ну это Очень широкий Диапазон Мнений Может быть И сверх Значит Жизненных О которых Вы говорите Но я не буду Касаться политики По-моему В политике Там все ясно Значит Вопрос Вообще Кого-то называть Подлецом Значит Или Там Безрастным Человеком Это По-моему Бессмысленно Да То есть Есть интересы Это давным-давно По-моему Все уже поняли Есть интересы Для достижения интересов Не важно Как тебя будет называть И какие ты поступки Будешь совершать А вот по жизни Знаете С подлецами Работал с удовольствием Да И с мерзавцем И с негодяями И людьми Которые тебя могли обмануть И так далее Просто жизнь была Такая Значит И обстоятельства Которые вынуждали Этих людей использовать Вот первый был Очень хороший урок У меня был в армии Когда Значит Условно Для выполнения Там Значит Определенного задания Мне из всех частей Скинули Откровенное Отребье Понимаете Вот люди Которые Значит Ну Я не знаю С ними там В разведку Не пойдешь Значит Оружие там Надо было прятать От них То есть Ни на что Не способные И вот Когда я там Своему комбату Сказал Говорю А как это Вот Он говорит Сынок Вот у меня Других нет Вот у тебя Поставили задачу Вот с этими Значит Медведями Ты ее должен Выполнить Как ты это сделаешь Их перевоспитаешь Или там Поубиваешь их Значит Меня это не важно Меня это не важно И вот так в жизни Так же происходило Понимаете Вот значит Иметь Не иметь Никаких дел С подлецом Или мерзаться Это Ну такая Позиция Когда ты владеешь Ситуации Ты можешь У тебя альтернативные Какие-то есть варианты А есть в жизни Варианты Когда альтернатив нет И поэтому надо Извините Использовать подлеца И мерзаться По полной программе Работать с чем С тем человеческим Материалом Который у тебя есть Да Который у тебя есть И обстоятельства Которые тебе предлагают Жизнь Вот если мы это Умеем делать То Честь Хвала нам всем И вам успехов Спасибо большое Но насчет политиков Я все-таки Не до конца Соглашусь Мой отец Который был последним Председателем Верховного Совета СССР Когда ему говорили Ну политика же Грязное дело Он говорил Не всегда Если политику делать Чистыми руками Это будет вполне Чистым делом Поэтому вопрос Репутации Чистоты рук Очень важно Для того чтобы Не вешать Какого-то ярлыка Мы сейчас Привыкли считать Что политика Всегда грязная Нет не всегда Я хотела бы Вернуться все-таки К институту репутации Элла Паньях Говорит Что он возрождается Практически Уже появился Я Если честно Этого не вижу То есть Опять же Я вернусь К тому Что огромное количество Ну прям Отъявленных подлецов Остаются рукопожатными Совершенно не меняется Их среда обитания Их точно так же Зовут на всяческие Светские мероприятия Они ходят в эфиры Радиостанции Телеканалов И так далее С ними Фотографируются Подожди 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 А ты Это подлецы А посмотри Что честные Сделали Ну Я например С 14-го года Считаю себя Честно Мы просто Перестали Ходить на федеральные Каналы Сколько бы нам Не звонили Сколько бы нас Не уговаривали Мы отвечали Репутация дороже Мы не пойдем И поэтому Там остались Одни подлецы Но у нас Огромное количество Экспертов Которые перестали Ходить После Крыма Когда началась Вот эта вот Пропагандистская Истерия Это связано По времени С Крымом На российских Каналах Мы сказали Мы туда Не пойдем И тебе возразит Леонид Гозман Который ходит туда Потому что Как раз таки Считает Что Как говорит Социолог Элла Пиньяк Что нужно Договариваться Что нужно Пытаться Донести Гозман и Борис Надежный Четко и ясно Скали А мы ходить будем Мы сказали Мы нет А они Двое ходят И за нас За всех отдуваются У них такая позиция А мне репутация Дороже Ну и обратите внимание Ничего их репутация От этого не делается Ничего Я вот об этом и говорю Вы говорите Что возродился Институт репутации И влияют На него Некие факторы А тут получается Что ничего не влияет Ну мне кажется Как раз Влияют Влияют Вот Потому что Если Мы с вами Пойдем В телевизор И начнем Там с таким видом Как будто мы находимся На свободном телевидении Высказывают Своё экспертное мнение Наша репутация Пострадает Когда есть Святой человек Леонид Гозман Который ходит Туда Значит Это Говорит В видеокамеру Правду Любой ценой Вот Мы все понимаем Что это Ему Наше уважение Не убавляет Я надеюсь Вот А Мы Откуда Вообще Знаем Что все Эти нехорошие люди Про которых Мы сейчас Говорили Да Они такие Нехорошие люди Что даже Вот стыдно Что они Скажем Ходят на Эхо Москвы Мы оттуда И знаем Мы помним Их репутацию Мы помним Что они делали Раньше Как они поступали Раньше Вот И Если скажем Такая Радиостанция Эхо Москвы Выбирает Их приглашать Ей это Обходится Не бесплатно У нас же Не может быть Тотальной Диктатуры Тех Кого мы Сами считаем Порядочными Людьми Так не будет А будет Всего лишь Так Что Продолжать Приглашать Вот таких Вот людей Которых Очень много Кто считает Нерукопожатными Будет Дорого Будет дорого Обходиться Репут Придется 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 Что-то Делать Чтобы Это Компенсировать И все равно Считаться Приличной Радиостанцией И все же Это Особенность Профессии Журналиста Еще Не будет Я готовлюсь К сегодняшней передаче И будучи Наехи Масковой Там Позавчера Я задала Ведущим Вопрос Ну вот Нерукопожатность В профессии Ведущего Кюля Тебе задаю Этот же вопрос Для того Чтобы знать Истину Надо слушать Несколько Сторон Может ли Журналист Руководствоваться Теорией Нерукопожатности В своей Профессии Я могу Ответить Лично Я Кюля Писпонин Которой Пришлось В какой-то Момент Понять Что Видимо Я Перестаю Быть Журналистом Ровно Тогда Когда Я отказалась Сесть В эфир С Астаховым То есть Когда Мне сказали О Это было В эфире Дождя Телеканал Дождь Мне сказали О, ура У нас Очень Такая Насущная Тема Какая-то Очередная Это было Перед принятием Закон Бедлецов Закон Запрете Установления Детей Из российских Детских Домов Американцами Не только Американцами Там Несколько Стран Но в основном Американцами И Должен был Прийти Человек Не человек Астахов Я сказала Я не сяду С ним В эфир Просто Павел Астахов Был Полномочен Он дал По правам Ребенка При том Что до этого Даже у нас На другой радиостанции Много лет назад Была совместная программа Мы вполне себе Вместе сотрудничали Работали До того Как он тогда еще был Просто адвокатом До того Как он пошел во власть Но Когда он стал Просто окончательным Подлецом Я поняла Что вот тут Я вошла В жесткий конфликт Между С тем Что я журналист И обязана С ним разговаривать Как с человеком И с тем Что я не могу С ним разговаривать Потому что он Не человек Естественно За один час Мы на все эти вопросы Не ответим Но Мне кажется Что все В мире Начинается Любое осмысление Проблемы Начинается С постановки Вопроса И с начавшейся Дискуссии Так Да Мы ее начали Я думаю Что мы ее обязательно Продолжим На следующей неделе На следующей неделе Мы хотим Поговорить о том Нужно ли вообще В принципе Высшее образование У нас действительно В современном мире У нас с Леной Очень интересный кейс За одним столом Две блондинки У одной Несколько высших образований У другой Ни одного Вообще Вот Поэтому конечно же Нам есть о чем Подискутировать И будем точно так же Привлекать Внимание Наших экспертов Специалистов Будем задать вопросы Нашим слушателям Пожалуйста Судите Не судите Строго Пишите нам что-нибудь Очень интересно Было бы знать Какой-то фидбэк Большое вам спасибо Что были сегодня с нами В эфире Радио Болтком Большое спасибо Спасибо Моему другу Музыканту Алексею Лебединскому Большое спасибо Социологу Эле Паньях Моему доброму другу Любимейшему Моему социологу Конечно же Мы всех вас Поздравляем С сегодняшним Мощнейшим днем Которых Дай бог Нам сегодня Пережить Это равноденствие Солнцестояние Завтра Начнутся Совсем большие Праздники В стране Латвии Которая нас С Леной приютила Оставайтесь На Радио Болтком С нами будет интересно Интересным